Алекс Найт. Печать демона. Мятежница. Читает Светлана Шаклеина. Бой у адских врат позади, но он открыл пугающую правду о гибели Дэниэля и Джошуа. Их смерти были подстроены Шаксом, бывшим возлюбленным Лилит. Теперь он нацелился на меня. Только я не намерена ждать удара, а собираюсь отыскать его и убить, даже если цена окажется слишком высока. Только вскоре выяснится, что эти поиски вновь перевернут всю мою жизнь и подведут меня к краю, от которого нет возврата к прошлому. Глава первая. Жизнь должна была вернуться в прошлое русло после выписки из госпиталя. По крайней мере, я надеялась на это и намеревалась сделать все возможное. Стоило покинуть больничные стены, как я внеслась в дом мамы и мистера Тейлора. А там остаток дня провела возле Брэдли. Страшное открытие врат осталось позади, но там я почти погибла, почти потеряла все, что у меня есть в жизни. И не могла так просто успокоиться после возвращения. Поэтому не выпускала брата из рук. Но вскоре пришлось собраться. Чтобы скорее прийти в себя, я постаралась заняться привычным и приятным. Записалась в салон красоты, где меня основательно привели в порядок. На этот раз не было особых экспериментов со внешностью. Мне укоротили волосы и придали им более насыщенный тон. Вскоре из зеркала на меня смотрела привлекательная девушка. Следы истощения и усталости практически сошли на нет. К сожалению, прийти к душевному равновесию не так же просто, как нанести макияж. На следующий день меня внезапно вызвал Уитхам. Я опасалась возможных волнений внутри Совета и непредсказуемых последствий своих действий. Как выяснилось, не зря. Но реальность в очередной раз сумела удивить. Командующий перехватил меня прямо у входа в штаб-квартиру. Выглядел Уитхам привычно вымотанным и недоспавшим пару десятков часов. «Где ваша охрана?» — проворчала я, пожимая его протянутую ладонь. «Нужно поговорить без свидетелей». Недовольно поджав губы, мужчина потемнел лицом. «Хорошо», — отозвалась я настороженно. «Мы двинулись по дальней дорожке, обходя жилые здания по дуге. И только когда достаточно отдалились, Уитхам заговорил. «Меня отстранили от кураторства над тобой». «За что?» — возмутилась я. «Много всего подняли на Совете». Поморщился он. «Фокс сообщил о том, что ты владеешь гипнозом. Он видел, как ты применила его к умирающему стражу. Это правда?» «Правда», — подтвердила я зло. «Фокс был ранен, находился в госпитале. Кто же знал, что он в сознании и наблюдает за мной?» «Подняли видео из камеры Кассиэля. Обвинили меня в том, что я прекратил запись, чтобы скрыть факт применения гипноза. В камере невозможно его использовать. Зато можно использовать флёр. Дошло до предположения, что ты и на меня воздействуешь. Все успокоились только тогда, когда мы напомнили о твоей роли при закрытии врат. Но меня всё равно отстранили. Фокс своего добился». «Но зачем ему это?» «И только не говорите». «Теперь он твой куратор. Хотя других желающих и не нашлось. Это же такая морока». «Невесело усмехнулся он. Не понимаю, ему-то это зачем?» «Вот у него и спросишь». Хмэкнул Уитхэм, растеряв ладонью покрытый щетиной подбородок. «Тогда чего мне стоит ждать?» «Ты же знаешь Фокса. Неоднократно работала с ним. Он будет искать рычаги давления на тебя». «Логично. Хотя я всё равно не понимаю его мотивов. Здесь, может быть, всё просто. Он вербует себе в команду лучших». Пожал плечами Уитхэм. «Но всё равно будь с ним настороже». «Спасибо, что предупредили. Я буду осторожна». «Было приятно работать с тобой». Уитхэм улыбнулся, протягивая мне руку. И я крепко её пожала. «Может, ещё поработаем, когда Фокс от меня откажется?» Командующий хрипло рассмеялся, помотав головой. «Я глубоко уважала Уитхэма. Он помогал мне с самого начала. Прикрывал, направлял. Мне действительно жаль, что его отстранили от кураторства. Но ведь это не станет причиной прекращения общения». Телефон в моей сумке затрезвонил, и я почему-то не сомневалась в личности звонившего. «Добрый день, Натали». Сухо поприветствовал меня Фокс. «Думаю, ты уже знаешь о том, что у меня новый куратор. Да, в курсе». «В таком случае жду тебя в своём кабинете. Пообщаемся». «Общаться с ним, само собой, особо не хотелось. Но куда деваться?» «Нет, я не испытывала какой-то неприязни к Фоксу. Он никогда не вставлял мне палки в колёса. Даже выступал на моей стороне на заседаниях совета. Но я помнила то задание, где мне приказали вытащить из зоны зачистки детей Ишимов. Помнила его слова. Он жёсткий человек. Даже жестокий. Потому вызывал логичные опасения. Особенно своим желанием стать моим куратором. Но приказ есть приказ. Мне предстоит последний год в академии, а я пока не определилась в своих желаниях по поводу работы. «Служба в разведке опасна. Я осознаю, что не смогу вернуться к обычной жизни, но ещё до конца не уверена, подходит ли мне этот род деятельности. Только эта работа нужна, чтобы найти Шакса. Что-то в глубине души подсказывало. Этот год и эти поиски помогут мне окончательно определиться». «Ага, сбежишь, сверкая пятками от куратора», — рассмеялась Лилит. «Либо унесёшься в декрет». «Рановато», — фыркнула я. Завершив вызов, я попрощалась с Уитхэмом и устремилась в свою квартиру, чтобы подготовиться к предстоящему разговору. А там перебрала свой огромный гардероб и запасы спецоборудования. Разговор с бывшим куратором заставил насторожиться, потому на двадцатый этаж я поднималась в напряжении. Однако старалась хотя бы выглядеть спокойно. Кабинет Фокса располагался в конце коридора и был угловым. Два панорамных окна в пол давали много света. Надо сказать, к оформлению своего кабинета Фокс подошёл со вкусом. Мебель была подобрана в серо-белой гамме с преобладанием зеркальных элементов. Стены украшали абстрактные картины. Вот только не наблюдалось ничего личного. Ни фотографий, ни памятных вещиц. Я будто очутилась перед инсталляцией кабинета в дорогом салоне мебели. Сам командующий восседал за массивным столом из цельного дерева в кресле из бежевой кожи. До моего появления он общался с кем-то по телефону, но сразу прервал разговор. Выглядел Фокс отлично, несмотря на недавнее ранение. Свеж, гладко выбрит и аккуратен. Волосы коротко пострижены и чуть отведены на бок. Застёгнутая под горло форма командующего сидела на его подтянутой фигуре безупречно. «Ты быстро!» — заметил он, откладывая телефон на стол, где царил образцовый порядок. Графитовый взгляд просканировал меня с ног до головы. Так внимательно, что я невольно попыталась вспомнить, не забыла ли в спешке надеть юбку. Впрочем, и я постаралась выглядеть безупречно. Выбрала для встречи белоснежную блузку, чёрный пиджак с нашивкой, отражающий мой статус, юбку-карандаш и чёрные туфли на шпильке. Торопилась как могла. Закрой дверь. На тонких губах мужчины мелькнула улыбка. «На ключ!» — добавил он, прежде чем я развернулась, чтобы выполнить его просьбу. Как ни удивительно, а говорил он без повелительных ноток. На краю сознание вновь мелькнула насторожённость. Что же он хочет обсудить, если намерен пресечь вторжение посторонних? Щёлкнула замок, и внутренне мне стало не по себе. Я будто добровольно заперлась в комнате с хищником. Впрочем, и мне за эти годы удалось отрастить клыки. Не знаю уж, о чём думал Фокс, но он всегда умел неплохо контролировать свои эмоции. Да и я вела себя свободно. Прошла к кожаному креслу, стоящему напротив его стола, и неспешно в него опустилась, отложив сумку в сторону. «Кто начнёт?» — ухмыльнулся он. «Начальник?» — предположила я. «О, нет, Натали. Наша работа часто будет выше этого. Я рассчитываю на полную самоотдачу». «Ладно, тогда начну я. Зачем вам это? И чего вы ждёте от кураторства надо мной?» Уитхэм редко дёргал меня к себе в кабинет. Чаще всего мы общались по телефону. А после того, как началась моя работа в разведке, кураторство стало номинальным. Мы больше связывались просто поинтересоваться делами друг друга и с целью поделиться важными новостями. Фокс же явно ожидал чего-то иного. Субтитры создавал DimaTorzok